МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Сегодня в гостях нашей студии Ольга Николаевна Свинцова, заместитель начальника управления благоустройством города. Здравствуйте! Ольга Николаевна, очень приятно вас видеть у нас в студии. Спасибо, что пришли. Хотелось бы с чего начать нашу беседу. Недавний случай на прошлой неделе, напомню, на московском шоссе сломали 16 лип, некие вандалы. Вы ведете такую большую работу, восстанавливаете озеленение города. Насколько, по вашему мнению, это допустимый случай? Вообще это вопиющий случай. И я хочу сказать, что такой случай у нас впервые произошел на территории города Рязани. Мы, конечно, приняли все меры. Когда комиссия по охране зеленых насаждений выехала на место, был составлен акт, соответственно, был посчитан ущерб восстановительной стоимости, который был нанесен городу Рязани. Он немаленький. Этот ущерб составляет более 1 миллиона 300 тысяч рублей. И все материалы своевременно переданы в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновного и, безусловно, его наказать. Наказание сейчас в соответствии с законодательством может быть как административного характера, так и уголовного характера. Безусловно, в случае, если виновные лица будут установлены, то еще восстановление зеленых насаждений будет происходить за их счет. В случае, если такого не случится, то тяжесть восстановления озеленения на Московском шоссе опять же ляжет на бюджет города Рязани. Хочу сказать, что это озеленение также было посажено за счет средств бюджета города осенью 2012 года. Еще хотелось бы сказать, что мы нашли широкую поддержку среди общественности. Этот вопиющий факт был осужден и в социальных сетях, и вообще, где это возможно. И нам звонят жители и возмущаются таким фактом. Поэтому общественность тоже крайне возмущена. Все, собственно говоря, активное гражданское население города. Это очень хорошо, и тем не менее, действительно, очень некрасивая ситуация получилась. Я еще раз повторюсь, вы ведете большую работу по озеленению города. У нас сейчас в преддверии, скажем так, большого юбилея Рязани, 920 лет. Какую работу вы в этом направлении вели? Ну, сейчас работа, можно сказать, в разгаре, к подготовке к празднику, дню рождения у города. И она в первую очередь направлена на благоустройство общественных пространств. Это мест отдыха горожан и излюбленных мест отдыха горожан. Здесь стоит сказать, что это центральный парк культуры отдыха. Сейчас там завершаются работы по строительству и реконструкции пешеходных тротуаров. Это порядка 4,5 километра. Будут установлены новая парковая мебель, урны, а также начались работы по строительству спортивной площадки, тоже на территории Центрального парка культуры и отдыха. Второе место, о котором хотелось бы сказать, и это место благоустраивается по инициативе именно общественности и жителей микрорайонов, это Дубовая аллея. Там работы также продолжаются. И мы надеемся, что они также будут завершены ко 2 августа, к дню празднования города. Есть еще несколько других работ. Это благоустройство сквера «Белые журавли» будет у нас производиться. Но так следим за состоянием города, поддерживаем его в красивом, как бы таком комфортном, делаем комфортную среду для наших гаража. Но это уже сейчас очень заметно. То есть, если брать в расчет за последние 5 лет, конечно, небо и земля. Мы пытаемся сделать какие-то новые элементы благоустройства, новые элементы цветочного оформления. В этом году создали розарий. Поэтому также получили большое количество положительных откликов от населения. Думаю, что мы продолжим эту практику. И будем в следующей весной также запланировали посадку несколько тысяч роз. Места мы еще не определили, но у нас достаточно места, чтобы высаживать цветы. В этом году 460 тысяч цветов в городе Рязани высажено. Это не считая роз. И акцент в осенний посадочный период мы сделаем на посадку многолетних цветов. Это направление уже три года у нас. Но в этом году мы хотели сделать более значительный шаг и продвижение в этом направлении. Потому как многолетних цветов сейчас в Рязани недостаточно. Они достаточно неприхотливые, достаточно красивые. И это не так нагладно для нашего бюджета. Согласна с вами. Вот что касается сезонных работ каких-то. Вот сейчас планируется что у нас в проведении? Ну, сезонных работ сейчас у нас летние работы. Поэтому у нас только уходные работы. В основном мы закладываем все элементы озеленения и все элементы благоустройства. Весенний период для того, чтобы все лето они радовали жителей. Что касается осеннего периода, мы сейчас его уже планируем. Он пройдет с сентября месяца по октябрь. Мы уже получаем очень много заявок от территориальных органов общественного самоуправления. Я хочу сказать, что на протяжении трех-четырех лет, на протяжении последних лет, население очень активно принимает участие в благоустройстве города, в озеленении города. Мы эту практику поддерживаем. И, опять же, в осенний посадочный период мы, безусловно, предоставим саженцам населению, чтобы они и свои дворы благоустраивали, озеленяли. И чтобы они приняли участие в озеленении наших парков и скверов. Ну и вообще любого уголка города Рязани, там, где будет желание у населения именно это сделать. Поддерживаем эти инициативы. Ну и, кроме того, есть такое направление. У нас посадка ярко цветущих кустарников. Мы также его продолжим. Пестрый листный и цветущие кустарники будут посажены в осенний период, чтобы они весной уже порадовали наших жителей. Вот вы уже сказали про ТОСы. В этом году очередной конкурс будет проходить, да? Это вот своего рода опять же... Да, конкурс у нас проходит ежегодно. И ТОСы активно участвуют в этом конкурсе. Причем конкурсы различного направления по благоустройству и дворов, я думаю, что, может быть, уже пора переходить на благоустройство улиц и на благоустройство, может быть, целых районов. То есть конкурс становится все масштабнее, и все больше участников принимает, ну, как бы, благоустраивает и имеет желание благоустраивать свои маленькие территории. Ольга Николаевна, ну, я думаю, что сейчас у нас будет более актуально, ну, наиболее актуально будет сейчас какой-то призыв граждан, чтобы они участвовали в благоустройстве города, помогали им выглядеть красивым. Ну, как можно пригласить... У нас есть такое мероприятие, очень красивое. Мы сейчас приводим в должное санитарное состояние центральный парк культуры и отдыха. Это 56 гектаров, зеленой площади. Весь парк разбит на 18 гектаров. У нас проводятся тематические субботники или ведомственные субботники. Порядка 5000 граждан уже изъявили принять участие в этих субботниках. Уже они проходят две недели. Поэтому приглашаем всех жителей города Рязани принять участие в санитарной очистке парка. Будем очень рады вам и, безусловно, поможем и поддержим все ваши инициативы. Ольга Николаевна, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Очень приятно было с вами побеседовать. Надеюсь, что жители города прислушаются к вам и будут участвовать в облагораживании нашего города. Спасибо. Спасибо. Это была программа подробностей. Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин